Слава Иисусу Христу! Вот и сегодня трансляция с утренней молитвы с Петербурга, с города Санкт-Петербурга, с берегов Невы, Ежоры и Черной речки, с этих исторических мест. Сегодня у нас в Питере здесь пасмурно, но самое главное, чтобы в сердцах наших было ясно, чтобы, как говорится, вот так вот видео, да? Чтобы солнце правды сияло в нас, аллилуйя! Вот и в Псалтире, в 7-м Псалме, в плачевной песне, но окончание замечательное, этой плачевной песни Давида. В 18-м стихе написано, 7-18, в Псалтире 7-18 написано, Славлю Господа по правде Его и пою имени Господа Всевышнего. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Благодарю Тебя, Боже, за все и благоставляю великое имя Твое. Аминь. Вот, друзья, сейчас я здесь с камеры чуть определюсь. Да, трансляция идет, поэтому приветствую всех, кто сейчас подключился, кто онлайн, ну и кто потом в записи будет смотреть, тоже приветствую всех вас. Во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Благословен Бог наш! Благодарю Тебя, Господь! И как восклицал Давид, восклицаю сегодня, Боже, этим утром, славлю Тебя, Господи! Славлю Господа по правде Его, по Твоей правде славлю Тебя, Господь! И пою имени Господа Всевышнего, воспеваю Тебя, Господь, Боже, пою Тебе, Господь, слава Тебе, слава Тебе и хвала! Аллилуйя! 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 Ты искупил мир от греха, ты дал ему любовь и свет, зажег потухшие сердца и дал надежду. Мы пред Тобою предстоим, и каждый дорог для Тебя. За все, Отец, благодарим и превозносим. Слава Тебе и величие, слава в веках и народах! Сила Твоя безгранична, милость Твоя во все роды. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе! Ты искупил мир от греха, ты дал всем нам любовь свою и свет, зажег потухшие сердца и дал надежду. Аллилуйя! Веру, надежду и любовь, Господь, спасибо! Мы пред Тобою предстоим, и каждый дорог для Тебя. За все Тебя, Отец, Иегово, Бог Святой, Творец неба и земли, благодарим и превозносим. Слава Тебе и величие, слава в веках и народах! Сила Твоя безгранична, милость Твоя во все роды. Слава Тебе и величие, слава в веках и народах! Сила Твоя безгранична, милость Твоя во все роды! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Слава, 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 слава! Слава Тебе и хвала, Боже Всепогущий! Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Ты искупил, подлинно искупил всех нас, искупил весь этот мир, ибо так Ты возлюбил мир, Боже, что отдал Сына Своего, Единородного Своего, кровушку Свою пролил за нас, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную, бесконечную, счастливую, присчастливую! Слава Тебе, слава Тебе, Господь величие! Аллилуйя, аллилуйя! Мудрость Твоя безгранична, сила Твоя безгранична, Господь! Аллилуйя! Красота Твоя просто несравнима ни с чем. Слава Тебе, слава! Мудрость Твоя! Великолепие Твое! Аллилуйя! Бог искупил мир от греха, Ты искупил мир от греха, Ты дал ему любовь и свет, Зажег потухшие сердца И дал надежду. Мы пред Тобою предстоим, И каждый дорог для Тебя, За все, Отец, благодарим И превозносим. Слава Тебе и величие, Слава в веках и народах, Сила Твоя безгранична, Слава Тебе и величие, Слава в веках и народах, Мудрость Твоя безгранична, Аллилуйя, красота Твоя, Мудрость, сила Твоя безгранична, действительно. Слава Тебе, Господь, слава, слава Тебе во все роды, Боже Всебогущий, слава Тебе, Аллилуйя, Аминь, 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 Слава Богу Святому, Аллилуйя, да, братья, приветствую всех, Братья, сестры, дорогие друзья, кто подключился, Вот, слава Богу, вижу, кто написал уже, Так, здесь Андрей Демидов, приветствую, Андрей, Здравствуйте, батюшка пишет, в одном видео вы с уважением Говорили об Андрее Кураеве, в другом критиковали, Каково ваше нынешнее отношение к нему, На молитве может быть только одно отношение, К любому человеку, это что, благооставляю, благооставляю, Вот, значит, и как и в любом человеке, и во мне, Да и вас тоже много и плохого, и хорошего всякого, Поэтому и в Андрее тоже, в Кураеве тоже наверняка, И хорошего и плохого хватает, и во мне тоже, И хорошего и плохого всякого хватает, вот, И я порой себя ненавижу, а порой себя люблю, То же самое, поэтому во всяком человеке, А на молитве, на утренней молитве, Хорошо, что напомнили за Андрея Кураева, Благостави, Господи, Андрея Кураева сегодня, Благостави его, Господь, его дом, его семью, Господь Боже, его служение, Боже, пусть слава Тебе будет, Господь, в его жизни, Господь в его судьбе, В его служении, и пусть через его уста, Через его сердце славится имя Твое, Господь, непрестанно, Ты много совершил уже через него, Господь, Соверши и далее, Господь Боже, Еще больше и больше прославься, Господь, В его судьбе и в судьбах всех священнослужителей, Благоставляю, Господь, всех священников, епископов, диаконов, патриархов, всех-всех-всех-всех, Боже, всех церковнослужителей, всех священнослужителей православной церкви, и старого обряда, старобрядцев, и нового обряда, и всех, и традиционных, и реформаторских, и всех-всех-всех. Боже, да прославится имя Твое Святое во всех нас и через нас. Аминь, аминь, аллилуйя. Спасибо за напоминание. Вот, и если о ком еще молимся, о ком вы переживаете, давайте тоже помолимся вместе сейчас. Вот, и за наши семьи помолимся также. Аллилуйя, аллилуйя, аминь. Благословенного дня, пастор Бен, Эмил Бен. Да, слава Богу, благоставляю всех вас во имя Господне, и благоставляю сегодня этим утром свою семью. Вот здесь у нас сегодня в Питере так пасмурно, знаете ли, да, и по всей вероятности сейчас дождь пойдет, но молюсь о том, чтобы, вот, знаете ли, как вот его солнце, вчера было солнечно, как солнце его светил всем. Вот вчера в Питере, допустим, солнце всем светило. И добрым, и злым, и негодяям, подлецам, и честным, порядочным людям. Всем-всем-всем верующим, и неверующим, и по-всякому верующим, и по-всякому неверующим людям. Вот также это образ хороший, что Божья милость, она всем нам светит на самом деле. И как дождь, он идет на всех, капает, знаете ли. Вот то же самое, пусть боговедением наполнится земля наша во имя Иисуса Христа. И это все показывает действительно Божью любовь ко всем нам. Такие красивые, поэтические такие образы. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь, слава тебе. Благослови, Господь, сегодня семьи наши, жен наших, мужей, детей, внуков, правнуков, у кого там, не знаю, родителей. Благоставляем всех, да, аминь, аминь. Благоставляем всех во имя Иисуса Христа. Наши дома, родных, ближних благоставляем во имя Господне. Вот наши города, села, поселки, страны благоставляем во имя Иисуса Христа. Благостави, Господь, пусть прославится имя Твое Святое. Аминь. Аминь. Ты искупил мир от греха, Ты дал ему любовь и свет, Зажег потухшие сердца И дал надежду. Мы пред тобою предстоим, И каждый дорог для тебя За все, Отец, благодарим И превозносим. Слава тебе и величие, Слава в веках и народах, Сила Твоя безгранична, Милость Твоя во все роды, Слава тебе и величие, Слава в веках и народах, Сила Твоя безгранична, Милость Твоя во все роды. Слава тебе, Слава тебе и хвала Господь. Слава, Слава, Слава. И как здесь в Псалтире написано, Псалом 7, 18. Славлю Господа по правде Его и пою имени Господа Всевышнего. Братья, сестры, правда Божья явлена этому миру. И если в прежних веках, в прежние столетия правда Божья являлась больше как бы прообразами, да, гадательно, пророчески являлась эта правда Божья, то ныне мы знаем, что правда Божья, истина Его, это Сам, Сын Его и Иисус Христос, Спаситель наш, явленный два тысячелетия тому назад, прославленный 1989 лет тому назад, возвеличенный, вознесенный. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Благословен Спаситель наш. Благословен Утешитель наш. Аллилуйя. Слава, слава, слава и хвала Господь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. Аллилуйя. Вот это Евангелие. И сегодня я принимаю причастие как раз именно рассуждая об этом, рассуждая о том, что Бог возлюбил мир, искупил весь этот мир. Но почему мир по-прежнему вот в таком состоянии? Спустя даже два тысячелетия после этого искупления, состоявшегося, свершившегося, Машех, Сын Божий, Христос, он воскликнул на Голговском кресте, он воскликнул, совершилось. Аллилуйя. Света Дяченко тоже подключилась. Шалом, драгоценный. Шалом, сестра дорогая. Слава Богу. Шалом, братья и сестры. Аллилуйя. Кстати, шалом это не просто как мир, как отсутствие войны, а мир с Богом. Шалом, шалом, как бы, да? Шалом прочитывается как именно действительно с Богом, единство с Творцом. И плюс еще указание на Машеха. В самом слове шалом есть указание на Христа Иисуса. Аллилуйя. Но об этом чуть можно позже. Вообще потрясающе. Слава Богу. Если по буквам разбирать, еврейского алфавита слова шалом, там есть и указание на Машеха, на распятого нашего Господа. Спасибо тебе, Господь. И сегодня мы смерть Господню возвещаем, в которой есть величайшая победа. Величайшая победа. Аллилуйя. Я ношу крест и панагию. Епископский медальон такой. Но можно носить не просто крест и панагию, а можно носить просто гвоздь. Знаете ли, просто гвоздь. Большой, старый гвоздь. Вот такой кованый гвоздь. Как указание на распятого нашего Господа. В слове шалом есть еще и указание на гвоздь, на прибитого, распятого нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя, Господь. Благодарю тебя за все. И сегодня смерть Господня возвещаем. Всему миру возвещаем. Уже два тысячелетия, казалось бы, возвещается смерть Господня. Но по-прежнему большинство населения так или иначе либо не знает этого, либо, если даже и слышала где-то, но, как говорят, в одно ухо вылетело, в другое вылетело. То есть, вот разные отношения есть, конечно, к этому Евангелию. Но Евангелие – это действительно спасательный круг для потопающего, будем договорить. Это спасение. Вот есть картина Васнецова, да, 9-й вал. Если помните эту картину, можете даже просто в гугле, на ютубе посмотреть, короче, вот эту картину. И эта потрясающая работа. Значит, и Айвазовский, да, Айвазовский. О, его потрясающая работа. И, знаете, вот удивительно, что однажды, вот рассматривая эту картину, давно это было еще, еще больше 30 лет назад, вот я просто восхитился вот замыслом художника. Знаете ли, когда маленькие репродукции смотришь – это одно, но когда смотришь это вот на всю стену, когда это видишь и восхищаешься этой работой, и масштабом этой работы, знаете ли, и страдизмом, казалось бы, и надеждой всего этого описанного, знаете ли, как бы икона в красках, как бы Библия в красках, вот так вот, умозрение в красках, да, Библия в красках. Вот, и эта картина 9-й вал для меня как вот, действительно, как стала Евангелием таким в красках изображенная. И вот люди, они цепляются за вот, и спасаются вот за эту мачту корабля, будем так говорить, да, значит, в этом бушующем море, и там после вот этого огромного вала есть уже брежет какой-то просвет, какой-то, знаете ли, спасение. И те, кто ухватились за вот эту мачту, они спасены. И вот, знаете, действительно, сегодня спасительный круг для всех нас, для всего истрадавшегося человечества, это смерть Господня, это крест Господень, это кровь Иисуса Христа, пролита на Голубовском кресте, тело ломимое за всех нас, Иисуса Христа. И сегодня всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Всякий, кто призывает имя Господне, спасается. Аллилуйя. И всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Поэтому смерть Господня возвещаем и в хлебопреломлении, и в нашем благовестии, в нашем благовестии людям, окружающим нас, мы возвещаем смерть нашего Господа, рассказываем людям о том, что Христос умер за всех нас. Он взял наши грехи, наши немощи, болезни, и ранами Его мы исцелены. И это действительно Евангелие, спасительное Евангелие для всего истрадавшегося человечества. Спасибо тебе, Господь. Ибо так возлюбил Бог не просто отдельные категории граждан, не просто отдельные религии, отдельные традиции, отдельные культуры, отдельные нации, народы, наречия. Нет, нет, нет. Весь этот мир, ибо так возлюбил Бог, весь этот мир, всех нас возлюбил, независимо от нашего цвета кожи, национальности, культуры, религии, традиции, социального положения, образования, всего, независимо ни от чего. Его любовь была явлена этому миру, и она является в лице Иисуса Христа. Правда Божья во Христе Иисусе. Истина Его – это Сам Христос. Правда Его – это Сам Христос. И вот поэтому то, что в древности было сказано, да, Давидом, «Славлю Господа по правде Его и пою имени Господа Всевышнего». Для меня, как для новозаветного верующего, здесь однозначно указание на правду Божью, явленную в Новом Завете уже, в личности Иисуса Христа. Это указание на самого Спасителя, на самого Машиаха, на Христа Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Славлю Господа по правде Его. Славлю Тебя, Господи, по правде Твоей, Господь, по истине Твоей, Господь. Аллилуйя. Слава Тебе. Благодарю Тебя во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя за Иисуса и во имя Иисуса. Аллилуйя. И в Иисусе Христе. Аминь. Потому что самое величайшее таинство, братья и сестры, во всей Вселенной, самое величайшее таинство – это Христос в нас, упование славы. Аминь. Да, друзья. И вот, принимая причастие и фористию сегодня, рассуждаю о теле и крови Господа нашего Иисуса Христа, рассуждаю и возвещаю смерть Господню. Ну вот, по крайней мере, сейчас вот онлайн даже, допустим, да, о чем я говорю? Я возвещаю смерть Господа моего Иисуса. Я действительно говорю об этом, как о великой надежде, как о великом благе для нас. Что за меня умер Христос, за меня умер Иисус. Он пролил за меня святую кровь свою. Мартин Лютер, невесткий реформатор, говорил, кстати, об этом тоже, интересно очень даже. Я его слова часто одно время приводил. Вот сейчас хочу тоже вспомнить. Он говаривал примерно так, что понимать, знать и знать, что Иисус Христос, да, Он умер, пролил свою кровь за всех нас, это, говорит, не спасет тебя, не спасает. Но понимать и знать и исповедовать, что Иисус Христос умер лично за тебя, вот это, говорит, спасительно, это спасает. И вот сегодня я это исповедую, я это провозглашаю и к этому призываю вас, братья, сестры. Давайте вместе на самом деле скажем это, что, ну, правду скажем, правду Божью скажем, истину скажем давайте вместе. За меня умер Иисус Христос, Сын Божий, Иисус Христос, пролил свою кровь за меня, лично за меня. Он мой Господь и Спаситель. Иисус Христос, Ты мой Спаситель, Ты мой Господь. Ты за меня пролил свою кровь, и сегодня я смерть Твою возвещаю, как великую честь, великую благость, как великое Евангелие, спасение для всех и вся, и в первую очередь для меня лично. Аминь. Слава Богу, друзья. И проповедуя Евангелие, я об этом много раз убеждался и говорил в эфирах, и ныне снова скажу, проповедуя Евангелие, я проповедую также и самому себе. И я понял такую вещь и понимаю все это лучше и лучше с каждым разом, отчетливее все это вижу, что проповедовать Евангелие нужно себе каждый день, каждый день напоминать себе Евангелие, рассуждать об этом. И в утренний час как-то я в этом нахожу какое-то особенное такое чувство, особенное переживание, в утренний час совершая причастие, хлебопреломление, а именно даже просто бывает, просто воды, бутылочка воды и сухарик какой-то, допустим, где-то в парке на лавочке, или просто где-то в прогулке утренней, или в квартире, в доме, без разницы, где и как совершается. Главное само наше рассуждение. Не качество хлеба, вина является качеством причастия, а качество нашей веры, качество нашего рассуждения. Даже если ни хлеба, ни воды, умом своим, умом своим, то, что можно назвать бесконтактным причастием, бесконтактной Евхаристией, совершай именно так. Вот, я это испытывал тоже в своей жизни еще вот, уже, ну, больше 30 лет тому назад, в Советской армии, когда в карцер сажали, допустим, там ни хлеба, ни воды, ничего. Но совершалось причастие, я рассуждал о теле крови Христа, о теле крови Христа. И это было причастие, я осознавал, что я причащаюсь, причастник божеского естества, что Христос во мне. Вот, и поэтому Евхаристия, хлебопреломление, это не просто качество хлеба или вина, повторяю, да. В этом городе я могу выпить все вино и съесть весь хлеб, но так и не причаститься, даже рассуждая о теле крови Христа. Да, так и не причаститься. Почему? Потому что само рассуждение, это, в первую очередь, Христос во мне. Если Христа нет во мне, Духа Христова не имею, то я и не его. Как бы я там ни мыснил, как бы я ни говорил. Вот, принять Христа как верою. Христа верою принять. Спасибо тебе, Господь. И скажите так, я принимаю Христа верою. Аллилуйя. Мир Божий всем в страхе и трепете будем совершать свое спасение. Аллилуйя. 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 Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо тебе, Господь. Благодарим тебя, Господь. Благодарим тебя, Господь. Аллилуйя. Благодатью мы спасены, и сияние от нас, это Божий дар, аллилуйя, аллилуйя, и страх и трепет, пусть если и по поводу спасения, совершения спасения, это не значит, конечно, что мы как-то совершаем свое спасение сами, не-не-не, страх и трепет отпасть от этой благодати просто, страх и трепет уповать на свои дела, заслуги, опыт религиозный, конфессию, динаминацию, догматику, практику, что угодно, на служение свое, не-не, упование мое только на Бога, только на Господа, упование мое, о, спасибо тебе Господь, спасибо, спасибо, спасен я лишь только через кровь Иисуса Христа, только Иисус, only Jesus, only Jesus. Только Иисус, только благодать, только Иисус, аллилуйя, 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 спасибо тебе Господь, спасибо, аллилуйя, ты искупил мир от греха, ты дал ему любовь и свет, да, вот это вот как раз песня, она мне прямо с утра, вот сегодня, самого с позаранку, вот, вот просто на ум приходил и приходил, и я подпевал, подпевал, мурлыкал ее, и вот утром решил вот на эфире тоже спеть эту песню, Давно не пели мы ее, мы как-то ее в церкви раньше пели, вот, надо будет в августе месяце как раз по поводу пения, прославления, я об этом молюсь сейчас, потому что, к сожалению, у нас в Киеве, в церкви, вот, что касается прославления, пения, сейчас все в таком омертвелом состоянии находится, к сожалению, поэтому я переживаю об этом, вот, и молюсь, вот, о таком восстановлении вот этого как раз певческого, что ли, служения, пения, прославления, восхваления Господа, вот, поэтому, если вы в Киеве, если вы музыкант или играете на музыкальных каких-то инструментах, или у вас есть музыкальные орудия, какие-то инструменты, там, значит, да, там, вот, то свяжитесь со мной обязательно, хорошо, вот, значит, или же вы просто поете, допустим, да, или хотите петь, свяжитесь со мной, в начале августа буду у нас в Киеве, как раз в церкви, вот, и очень хочу, как раз, аллилуйя, аллилуйя, роман напоминает, что буду перекладать, перекладать за российскую на украинскую, да, есть тексты, есть статьи, которые нужно перевести, да, на украинскую мову, вот, потому что сборник буду издавать, и сборник нужно, там, будут на русском языке, и хочу на украинской тоже мове издавать сборник, я думаю, что мы сделаем так вот частично, вообще, в идеале было бы хорошо, вот, сдать, вот, и то, и другое, одинаково, как раз, потому что статьи там важные, статьи важные для всех, и для, допустим, людей и украиномовных, и русскоязычных, чтобы это истинно евангельское открывалось, в том числе и свое следительство тоже хочу как раз издать, тоже на украинском мове, и на русском языке, и украинскую мову издавать, вот, слава тебе, Господь, спасибо тебе, благодарю тебя, Господь, Благодарю, благоставляю великое имя Твое, Аллилуйя, спасибо, 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 да, вот, и по этим вопросам всем, то, пожалуйста, пишите там на Viber, на WhatsApp, и Viber, WhatsApp указан там под каждым видео, вот, и все мои координаты там, все адреса, все там указаны как раз под каждым видео, и под этим, вот, видео в том числе, вот, слава Богу, вот, и, ну, а также, если вы в Питере, тоже свяжитесь со мной обязательно, я еще эти дни в Питере, вот, еще эти дни буду здесь в Петербурге, вот, потом в Москве, вот, поэтому, если вы в столицах этих, то напишите мне обязательно, вот, встретимся, пообщаемся, вот, буду очень рад, вот, вот, слава Богу, потому что рад встречам, таким, с верующими разной конфессией, разной деноминацией, вместе преломляем хлеб, вместе молимся, это, ну, действительно, это, ну, великое чудо последнего времени, когда все эти вот рамки, все эти барьеры, границы, о чем вчера как раз на молитве вечерней говорил я немного, вот, как раз и рушатся, рушатся, Павел говорил в первом послании Коринф, как раз, значит, там, писал в первой главе, там, чуть ниже, там, того текста, который вчера вечером был прочитан, как раз и говорит, что, там, он узнал о разделениях определенных, но самое важное, что, несмотря на все наши разделения, есть единение, есть разделение, а есть единение, и Павел очень четко это написал, там, как раз о единении, во Христе Иисусе, во Христе. Аллилуйя. Пастор, добро пожаловать в Алма-Ату. Буду очень рад вновь послужить в Алма-Ате. Бывал я уже в Алма-Ате, не раз уже бывал, уже, не помню, раз пять, наверное, был я в Алма-Ате, но давно уже, давно не был. Я был, Новая жизнь называется, Максим Максимов, у него, несколько раз я бывал, и был у пастора Юры, церковь Агапа, по-моему, Агапа называется, да. Давно уже не был, кстати. Вот. Буду рад послужить и в Караганде тоже бывал я, тоже служил там у пастора Серова, вот. Мне очень нравилось у пастора Серова именно, что церковь вот такая, знаете ли, миссионерская, церковь такая вот, именно, ярко выраженная, евангелистская такая, в евангелизме движутся они, вот именно проповедуют Евангелие, молодцы, всем, русским, казахам, немцам, всем-всем-всем. Вот, и очень такая активная церковь. Агапа, пастор Юра Шумаев, да, да, церковь Агапа, да, пастор Юра Шумаев, у него был в Алма-Ате как раз я. Вот, кстати, вчера смотрел прославление, у меня здесь, на этом канале Ютуба, есть видео, старое видео, и в том числе, как раз, которое записал я тогда, вот. Я тогда, вернее, не записывал, у меня не было камеры даже тогда, когда я приезжал, кстати, к вам в Алма-Ату. Это записывал кто-то из братьев там, а мне потом это все просто сбросили, эти видео. Жалко от Максимова, там очень мало видео у меня здесь, потому что большую часть видео потом там забрали, к сожалению, вот. Ну ладно. Хорошо, надеюсь, сейчас Максиму мы еще запишем еще видео, ну, в Штатах, по крайней мере. Вот, пусть Господь благословит всех вас, братья, сестры, дорогие друзья, благоставляю всех вас, во имя Иисуса возлюбленные, совершен давайте причастие сегодня, вот размышляя о теле крови Христа и смерть Господню возвещая, как великую радость, как великую благодать. Аллинуя, спасибо тебе, Господь. Наталья, да, я буду в радости славить тебя, благодарить за любовь твою, да, вот эта вот хорошая тоже песня, мне нравится очень. Я буду в радости славить тебя, благодарить за любовь твою, за руку по путям твоим, иди меня. Я буду в радости славить тебя. Спасибо, Господь мой, живешь ты во мне, спасибо за то, что живешь ты во мне, спасибо, Господь мой, живешь ты во мне, Иисус, Спаситель мой. Аллинуя. Да, тоже хорошая песня такая, позитивная, христианская такая, хорошая духовная песня, слава Богу. Вот, пусть Господь благословит, а здесь, рядом храм, там поют, каждое утро тоже. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и всем мертвецам жизнь даровав. Аллинуя. Спасибо тебе, Господь. Ну, они поют в продвославянском языке, но, как бы, смысл тот. Да, спасибо тебе, Господь, спасибо, благодарю тебя. Возьмите себе хлебушка немного, можно сухарик какой, не знаю. Я вот беру мацу, у меня с собой маца. Вот. Маца. И совершать причастие, можно просто, просто воды нажмите, вот. В причастие самое главное сейчас вот это наше рассуждение. Принимайте, как кровь Господа Иисуса, как тело Иисуса Христа. Именно вот таким образом. Пусть Бог поможет нам сейчас. Пусть Бог благословит нас сейчас. Друзья, братья, сестры. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Благодарю тебя, Бог всемогущий. Благодарю тебя за кровь твою святую. Аминь. Благодарю тебя за тело твое святое. Аминь. Смерть твою возвещаю. Боже всемогущий, благодарю тебя, что через кровь святую твою и телом ломимым твоим я спасен навеки. Исцелен, благоставлен всеми благословениями небес. Спасибо тебе, Господь. Это правда твоя, правда Божья. Во Христе Иисусе, Господи нашим. Благодарю тебя, Господь. И благословляю ныне твое святое имя. Благодарю тебя, благословен Бог наш, давший нам свыше спасение с небес. Возлюбив нас, всех нас, весь этот мир, ты отдал Сына Своего, единородного Своего, Иисуса Христа, праведника, чтобы всякий верующий в тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарю тебя, Господь, за жизнь вечную. Дар твой во Христе Иисусе, Господе нашим. Благодарю тебя. Аминь. Тело Иисуса Христа. Аминь. Кровь Иисуса Христа. Аминь. Тело Христово примите, братья, сестры, источника бессмертного вкусительного. Аминь. Аминь. Слава Тебе. Спасибо. Спасибо, Господи. Спасибо. Спасибо, Господь. Спасибо. Спасибо. Ты искупил мир от греха, Ты дал ему любовь и свет, Зажег потухшие сердца И дал надежду. Мы пред Тобою предстоим И каждый дорог для Тебя За все, Отец, благодарим И превозносим Слава Тебе и величие Слава в веках и народах Сила Твоя безгранична Милость Твоя во все роды Слава Тебе и величие Слава в веках и народах Сила Твоя безгранична Милость Твоя во все роды Аллилуйя Аллилуйя За жизнь мира Ты отдал свою жизнь Кровь за кровь Душу за душу Ты положил свою душу за нас Пролил свою кровушку Чтобы всякий верующий в Тебя Не погиб, но имел жизнь вечную Леха им за жизнь За жизнь мира Ты отдал свою жизнь И потому я славлю Тебя Божий по правде Твоей По истине Твоей Аминь Аминь Христос во мне Христос в нас Упование славы Величайшее Таинство Свершилось И свершается В наших судьбах Уже два тысячелетия Христос в нас Христос среди нас И есть И будет Во все дни До скончания века Аминь Аминь Спасибо Тебе, Господь Спасибо Благодарю Тебя, Боже За это Таинство За эту Литургию Сейчас Совершившуюся Эту Евхаристию Благодарение Восхваление Слава Тебе Слава Тебе И величие Слава и хвала Тебе, Господь Благословляю всех вас Братья, сестры Дорогие друзья Благословляю во имя Иисуса Христа Благословляю во имя Господне Да благословит Тебя Господь И сохранит Тебя Да призрит на Тебя Господь Светлым лицом Своим И помилует Тебя Да обратит Господь Лицо Своё на Тебя И даст Тебе Мир Во имя Иисуса Христа Аминь, аминь, аминь Из города Санкт-Петербурга С берегов Невы Божьей милостью Архиепископ Сергей Журавлёв Реформаторская православная церковь Христа Спасителя Киевская архиепископия Мир всем вам и благодать Да умножится Братья и сёстры В августе месяце 18-19 августа Напоминаю Жду всех вас на соборе Нашей церкви в Киеве Слава Богу Преображенский собор Поэтому споём ещё мы там Преображенцы В России, в Украине И карточки банковские И российская И украинская Украинскую пополняйте С Украины Потому что я хочу В Киеве издать Как раз Сборник статей Вот В начале августа Буду в Киеве уже Даст Бог И как раз Приступим к изданию Чтобы к преображению Получается как раз Чтобы к собору К 18-му числу Чтобы уже издать Даже к 17-му В субботу Как раз Шаббат такой будет У нас преображенский Такой Вот Предсоборный Проведём молитву Вот Скорее всего На левом берегу Вот А уже Сам собор Ну На правом Это как раз Вот получается Накловское у нас Накловское Где арендуем помещение А сейчас там Проводят служение Отец Алексей Отец Максим Наши священники И отец Виктор Ещё С Черкащины Приезжают тоже Как раз Со Звенигородки Вот На служение Ну и Киф иногда Заглядывал тоже к нам Слава Богу Пусть Бог благословит вас Всех, дорогие друзья Молюсь за всех вас Благоставляю всех вас Во имя Господне Обнимаю Целую всех Имя Иисуса Аллилуйя Аминь Ты искупил мир От греха